Здарова подписота! У микрофона я Никита Стриж. Советую вам сразу сделать ролик ускоренным там на 1.25 или 1.5, потому что ролик, наверное, получится ну минут... Ну я постараюсь на минут 15-20 его сделать, потому что многие просят длинные ролики. Вот, покатаем сегодня на Тринити, поищем игру, пореагируем на вызовы. Ну и по классике постараюсь вставлять меньше погонь всяких, чтобы ролик был более-менее интересным. Там, если что, машины перед шлагбаумом засрали, я понял. Ага. А как выезжать? Я так понимаю, админы реагировать не будут, да? Так, я написал ребер, чтобы убрали эти машины, но это, скорее всего, читак, я думаю, сделал. Сомневаюсь, что обычный игрок мог все организовать или какая-то группа игроков. Не, реально, а как выезжать, типа? Нет, а ранитесь только как-то? Ну да, попробуем. Ну да. В принципе, сработало. Ладно, поехали дальше. Админы что-то не реагируют, видимо, админов сейчас нету на сервере. Тут уже стреляются, по мне зачем-то постреляли, ну, база, база. Но я не буду реагировать, типа, нет смысла никакого. Чё это, блядь? Ремонт. Что это такое? Какая-то обнова, какая-то обнова, типа, на Тринити вышла, или что это? Почему там какое-то у меня меню появилось? Ну-ка, погоди. Мне интересно, я хочу еще раз глянуть на это. Погоди. Да, реально, смотрите. А чё, цвет поменять можно? Для служебного не доступно. Ремонт. Ну ладно. Не, ну прикольно, прикольно, конечно. Конечно, я не знаю, насколько это было нужное обновление. Хорошо, что общее обновление выходит, это очень хорошо. Так, я вижу на карте много машин. Но это, скорее всего, просто припаркованные машины возле домов. Но если там есть какая-то игра, то можно будет поиграть с ребятами. Если там, конечно, кто-то вообще есть. Ну, видимо, ну да, это просто припаркованные машины. Блин, ну куда поехать, с кем можно поиграть? Я просто не хочу просто кататься, я хочу с кем-то повзаимодействовать, что-то поделать. Пообщаться, может, с кем-то из банд, там, выяснить, как дела на районе. Может, какие-то жалобы есть на кого-то. Ну, что-нибудь в таком духе поиграть хотя бы. Чтобы просто не кататься туда-сюда, чтобы не так скучно было. Ну, сейчас что-нибудь попробуем найти. Можно в Лидерс почекать места, где играют люди. Так, Грув Стрит сейчас есть, заместитель. Лидер в Вариус Лос Ацтекас есть. Худ, GPS БИ-407. Там какие-то шутерки у спортзала ошиваются. В бронике с эмкой. Ну, ладно, я не хочу с ними взаимодействовать, честно говоря. Вообще нет никакого желания. Так, а вот на Глинт Парке, кстати, есть машины. И, возможно, здесь реально играют люди. Да-да-да-да-да-да, тут и... Опа! А вот и первая ситуация. Ну, давай, давай побегаем, давай побегаем, браточек. Так. Догоняет парня. Накидывается на него. О, валит его на землю. За что? Покажите удостоверение. Какое тебе удостоверение, чувак? Ты не в России. Удостоверение. Какое тебе удостоверение, братик? О, все меня окружают. За что его? Он же ничего такого не сделал. Ам. Услышал. А за что, блядь? А за что? За то, что... А можно, блядь, узнать, за что, сука? Ой, какие конченые просто. Какие конченые эти грувы. Я к ним больше не приеду, серьезно. Они просто убивают копа из-за того, что я арестовал чела. Ну, точнее, я хотел арестовать просто из-за драки, блядь. На своем же худу, где они играют, убивают копа. Какой же это бред. Если вы думаете, что это РП-процесс, ребята, ну, вы же должны понимать, что в реальной жизни, если банда убьет копа на своей же территории, они, во-первых, свою же банду подставляют. Во-первых, ну, нет никакого просто мотива убивать копа на территории своей же банды просто из-за какой-то шпаны, которая избила другого чела, которого просто задерживают за драку. И то, ему еще никакие обвинения не выдвигались. Он пока просто задержанный, не арестованный. Просто такой бред. Просто, я не знаю. Хотел поиграть нормально, в итоге меня просто шотнули. Нет, с грувами я больше играть не буду, нет. Туда смысла ехать нет, это просто... Ну, пусть они играют сами собой, как бы дерутся там вот, занимаются подобным. Свое время тратить с ними больше не намерен, нет. Просто кончено и серьезно. Блин, машины, выехать невозможно. Вот так вот и бывает. Хочешь нормально поиграть, в итоге тебя просто убивают, потому что задерживают дружка из-за того, что он подрался. Господи, такой просто, такая бредовая причина для убийства максимально. А что он там отыграл, мне вообще интересно. Пользуясь моментом, что коп в одиночку вытаскивает кольф, ведет по тому огонь. А причина убийства какова? Просто мне интересно, за что. Ладно, поехали к другим бандам. Посмотрим, может там другие банды поадекватнее. Что это такое? Почему у меня худ дергается? Что это за бред? GPS-B-407. GPS-B-407. Поехали туда. Может там кто-то есть, ребята будут поадекватнее, нежели это. Ну, это просто, ну, серьезно. Толпа людей с автоматами. Нет, туда я не поеду, к этим клоунам. Ну, по-другому назвать нельзя. Ну, а толку я туда приеду, да? То есть я опять буду кого-то задерживать, чисто в теории. А меня просто опять убьют. Ну, никакого смысла в этом нет. Ну, тут тоже особо никого нету. Чел пытается задобавшить другого чела. О, люди на Севиле играют. Балласы. Нормально. Ну, что, можно подкатить, поиграть, я думаю. Понять, кому подкатить. Там были четыре человека в переулке, но они сейчас заняты своими делами какими-то. Поэтому, я не знаю, есть ли смысл подкатывать. Будет ли это уместно, во-первых, к ним подъезжать просто так с ничего и такие, типа, ребята, здравствуйте. Мне кажется, это немного лишнее. И все. Они пропали куда-то. Вот только что тут были и все, исчезли. Севиль – это район чудес. Я хотел сказать рифму, но не придумал. Ну, можно будет сейчас кого-то тогда стопнуть. Найти человека, который более-менее будет играть РП. Чтобы не просто стопнуть его, и он как бы начал ашотить. Сейчас стрелять будет, да? Вот за что он стреляет по щелу, мне интересно. А что не работает? Ну, что за кал просто? Что за кал? Ну, ладно. Я его наказал за то, что он дм-л чела. Просто. Но это шутирок, его не жалко. Правда, на мало я его откинул на 16 минут всего лишь. Но ничего, посидит. Ну, типа, а за что? Вот опять он начинает. Что у меня? Почему у меня худ мигает? Что это такое? Что у меня с GTA? Что вы понимали, почему я без ENB игра? Если я активирую ENB, у меня пропадает вообще полностью худ. И эта проблема у меня только на тринити. Если я захожу, допустим, на гамбит, у меня там проблем этих нет. Возможно, это из-за скрипта, типа там гхелпера, гадмина, который как-то, я не знаю, влияет на худ. Ну, типа, возможно. Если кто-то шарит, можете там в комментариях отписать или мне в личку в ВК. Потому что такая проблема именно у меня на тринити и на тренинге. Захожу на гамбит, этих проблем у меня нету. Ну, а менять сборку, искать какую-то подходящую, это такое дело. Сомнительное, очень долгое, муторное. Просто тут у меня уже собрано все, что мне нужно по скриптам, модам, графике там и так далее. И пересобирать по-новому, ну, не очень приятное дело. За мной едет какой-то султан синий. Что он хочет, не ясно? Ну да, он именно за мной едет. А вот что он пытается биться? Он пытается сейчас меня протаранить, скорее всего, да, чтобы я за ним поехал? А я вот так вот сделаю. Смотрите, как он пытается просто меня байтить на погоню. Как же он пытается меня забайтить на погоню. Этот бро реально думает, что я поеду за ним. Я видео. Ответим, что да. Да, чел, конечно, хотел погоняться, но не получилось, не фартануло. Че, будет еще одна попытка меня забайтить? Что у меня с худом? Почему я проезжаю у Айдл Вуду? У меня худ просто мигает. Че за кал? Вот сейчас я отъеду от Айпицы. И все. Худ больше не мигает. Я не знаю, магия какая-то у этого, у этой Айпицы. Че, кстати, давайте, я думаю, разыграем лямчик в этом ролике. Четыре будет победителя, каждый получит по 250 тысяч. Если кто хочет принять участие, просто в комментариях отпишите свой никнейм. И уже в следующем ролике я выберу просто рандомно четыре человека, которые указали свой никнейм. И они получат по 250 тысяч. Как раз у меня два лямчика валяются. Они накопились благодаря тому, что вы указываете промокоды. О, кстати, в Агасы играют. Причем вроде нормально, так играют, что-то сидят там, общаются. В патруле особо у нас сейчас нету. Я один в патруле нахожусь в это время. Как бы онлайн на Трине сейчас 325 человек в 2 часа дня. А патрулей особо нету. И если будет какая-то ситуация, то, опять же, мне просто никто не поможет. Вот как это было на ситуации с бандой Грув на Глендпарке, где я подъехал. Я вообще мог бы запросить дополнительное подкрепление, но, опять же, никто бы не приехал. Потому что патрулей, я сейчас, смотрю, вообще нету. Ни детективов, вообще ни патрульных, ни спецназа, вообще никого нету. Пацаны, заходите играть на Трине, идите к нам в полицию. Актив очень нужен. Если вы хотите просто, ну, принимать участие в моих роликах, просто играйте в полицию там. И мы обязательно будем с вами пересекаться. Может, даже как-то вместе в патруль выйдем, если вы меня, конечно, словите. Адольф Гитлер по заявлению Вил Торота обвинен в умышленном убийстве. Ну, мне интересно, как вообще чела с этим ником допустили... Ну, ладно. А, ну да, администрации сейчас нету. Учитывая, что там машины заспаунены у нас из выезда с департамента. Вообще ноль ситуаций, ни вызовов, ничего нормального нету. Не, ну вот были ли какие-то вызовы? Но это с Глендпарк, с этого банды грув, этого ехать не хочу. Мне уже хватило ситуации, как меня просто убили за... Просто так. Вместо того, чтобы как-то нормально поиграть. Там, допустим, окружить меня толпой, да, зажимать, там, как-то избить меня. Но нет, они просто берут и стреляют, чтобы... Чтобы что? Я не знаю, честно. Какова цель была убийства? Чтобы подставить свою же банду на своем же районе? Типа, такая вот цель убийства или что? Снесите 245-го на Худи Грув. А он вообще в розыске? 245-й. 2-4-5. Так он не в розыске, а за что его? Я бы, честно, заехал бы снести этого типа из Грув, чисто так, ну, куканить. Потому что, как у них отношение, такой у меня должен быть к ним. Вот. Типа, какой смысл с ними играть РПС? Они так поступают. Тут 14-летняя девочка... 14-летняя девочка красит граффити, помогите. Что помочь-то? Сам не справишься, что ли? Как там вызов принимать? Я забыл. Чувак! Есть тормоза в игре. На С нажимаешь и все, как бы. Так, сообщите о работе над вызовом. Установить маркер. Поехали. Пальба на районе. Нет, я туда не поеду один. Итак, мы на месте вызова. Поехали. GPS-ов, чтобы маркер не мешался. Идем на альте, типа, мы дохрена РПшники. Не, ну, кстати, маппинг тут реально приятный. На самом деле, так ходишь, типа, чувствуются изменения в этом районе. То, что тут реально много чего поменяли. Что у них в описании? Красивая девочка, 14 лет, в черной майке и белых штанах. Ага. Так, вроде так. Ага. Хе-хе-хе. Эм, ты чего здесь делаешь? А, гуляю после школы, расслабляюсь. Я вижу, ты из местной банды. Давай лицом к стене. Окей, у тебя оружие есть. Какой-то чел подъехал на Султане в бронике и просто мешает играть. Не удивлен. Ну, это тринец, ребят, это база. Я 14-летняя школьница, какое оружие? Я видел 13-летнего пацана с пушкой. Что теперь? Какая банда? Обычная банда. Давай лицом к стене. Какой-то чмо гоняет на мотоцикле. Возле дома. Я надеюсь, это не слышно через микрофон. Потому что ты задержан, а что не ясно. Давай лицом к стене, девочка. Кидает баллончик с краской на землю и дает деру с места. Ну, я ее даже без бега догоняю обычно. Ну, ладно, почти. Ладно, ускоримся, ускоримся. Блин, она пробел спамит, слышишь? Догоняет девочку, хватает ее за руку, тянет ее силой на себя и прижимает к стене. Возможно, звучит это как отыгровка любителя детей. Но нет. Ай, больно. Не, ну все, это уже звучит, конечно, ужасно. Зачем ты убегаешь? У тебя есть оружие, ножи или то, что может навредить мне? Заводит руки девочки за спину, надевает на нее наручники. А зачем убегала? А зачем догоняли? Не шути со мной, девочка. Прохлопывает верх одежды фары на наличии ствола. Можно было что-то нащупать, ответ нет. Ну, вон, бежит какой-то Найджор. Возможно, сейчас меня будут стрелять, как обычно. Вон, стоит, стоит. Джаспер Тенпенни. И я еще раз спрашиваю, зачем тогда убегала, если при себе ничего нет? Кого? Ну, вон, идет некий Адемар Стейтон, который сейчас у меня, возможно, будет тоже стрелять. Но я надеюсь, такого не будет. Это все-таки не Грув Стрит, как-никак. Думаю, они парня поадекватнее, возможно. А как у них банда называется? Сивиль Бульвард Флэтс. Это название банды? В чем суть названия? Сивиль? Офицер, вы знали, что это как-то неправильно держать малолетнюю девочку в темных переулках? Иди своей дорогой, пацан. Как тебя звать? Полное имя и фамилия. Они девось... 98-й год играют? Серьезно? Я у офицера спрашиваю, что тебе нужно от маленькой девчонки, пока она сама не скажет, что все окей. Я за дело тут стою, уйди. Все окей, вали, давай отсюда. Местный мембер команды флатов на Сиве недоволен работой полиции в настоящее время. Понятно. Окей, Фара, родители твоих как звать? Советую отвечать честно, если не хочешь сидеть в участке, пока мы сами их не найдем. Адемар, ты реально думаешь, что я? Если полтора метра и рядом со мной стоит офицер, то это мне пи***ть, типа. Ладно, тогда поедем в участок и будешь сидеть там, пока не найдем твоих родителей. А еще, возможно, придется вызвать службу опеки. Для передачи тебя в детскую колонию, если у тебя родителей не будет. Они у меня есть. Тогда назови их имена. Я не буду их говорить. Пусть меня заберет, тогда старший брат. Брат не несет ответственности за тебя. Ну, вообще, по сути, так и есть. Брат, как и бабушка, дедушка и другие люди, которые не являются официальными родителями, не могут нести ответственность за ребенка. Поэтому ее могут забрать только мама и папа. Все. Никаких ни бабушек, ни дедушек. Нет. Может, конечно, если у них официально имеется заключение опекунства над данной девочкой. Только в этом случае. Разбитая фара крузера. Услышал. Приоткрывая дверь машину, саживает осторожно в нее девочку. Так. Давайте обойдем машинку. Вот сука. Вот негодник, а. Оглядывает разбитую фару патрульной машины. Недовольно качает головой. Ну, поехали на станцию. Не хочу в колонию. Пусть меня заберет Ламариус. Кстати, заметьте. На Тринити теперь, когда ты сидишь в машине, тут пишется, что она говорит что-то в транспорте. Ничего себе. Кстати, прикольно. Блин, Тринити улучшается. Серьезно. Блин, мне это нравится. Ладно, поехали в участок. Кто такой Ламариус? Мой старший брат, которому 19. Нет, тебя он не заберет. Он не является твоим законным опекуном. А если у меня, например, не будет родителей, но есть брат? А о ком случае, если у твоего брата нет заключения твоего опекунства, ты отправишься в детский дом? Как же мне страшно каждый раз перед АйПицей проезжать, честно. Там постоянно что-то происходит очень страшное. Фу, хорошо, что у меня есть родители. Но я не хочу сидеть в департаменте. Тогда назови их имена, я с ними свяжусь, и они тебя заберут. Правда, им придется оплатить штраф за тебя. Начинай громко плакать, пинать сиденье впереди себя. Эй, успокойся, заканчиваем пинать сиденье. Отпустите пинать сиденье. Она это кричит на всю улицу. Давай выходи из машины, бэба. Открывает дверь патрульной машины. Тянет девочку из машины на себя, вытаскивая ее оттуда. Вылезай давай. Либо ты сейчас называешь данные своих родителей, либо я вызываю службу опеки, и на этом все закончится. Все зависит только от тебя. Давай, малая, ну как бы не суети. А как мне в школе-то учиться? Как и раньше, тебя заберут родители только отсюда, либо служба опеки. Мне нравятся сообщения в департаменте чата FBI to EMC. Ответ тут. Имба. Ну сразу видно, сигма, альфа. Я могу же, например, что вы делали со мной плохие вещи. Избивали, насиловали. Сомневаюсь, что в твои слова кто-то поверит, учитывая, что есть записи с моей камеры. Давай заканчивай цирками на родителей. Мне, честно, все равно, что они играют там 98-й год. Я играю 24-й год, как бы. Есть камеры, мне как бы барабан, честно. Вы их сами можете узнать. Ты мне предлагаешь оставлять списки и искать твоих родителей вручную? Назови их имена, в чем проблема? Не может назвать имена своих родителей. Ну, если родителей нет, так и скажи, у меня нет мамы, в чем проблема? Я тебе сказал, со мной в игры играть не надо. Либо ты называешь имена своих родителей, либо я вызываю службу опеки, и они тобой будут заниматься. Можно инф или где зам? Ты кто? Проток. Уровень вашей гиены падает, вам следует принять душ. О нет, мои гиены падают. О нет. Нет. О, пожалуйста, фотограф приехал. Ну, все, и упал раком. Зачем, не ясно, какова цель. Окей, пошли в участок, там будем их ждать. Еще проведу с ними разговор о твоем поведении. Все, я отыграл, что отводит фару в участок, где вызывают ее родители для разговора и составляют штраф на них за вандализм девочки. После всех процедур отдает девочку в руки родителям. Ну, все, в принципе, можно анкуфать. Я думаю, получает от офицеров, удаляет фото, получает штраф. Погоди, он реально бы ударил? Молодец, удачной работы. О, да. Сигма, ничего не скажешь. Короче, я, наверное, сейчас закончу патруль, потому что он реально патрулей с нашей стороны никого нет. Никаких ситуаций нормальных не получится сделать без людей в патруле. Ну, типа, в соло что-то пытаться делать, это дело такое себе не самое приятное. Вот, может, зайду вечерком, еще что-нибудь подсниму, подснимаю для второго уже ролика. Этот ролик вы по-любому увидите, потому что я хочу показать, как играют грувы, которые вообще, ну, не намерены нормально играть с полицией, а только готовы ее шотать, шотать и шотать. Не будет, с моей стороны, нормального отношения к этим игрокам из банды Grove Street, пока они сами не захотят нормально взаимодействовать, ну, с ними тоже никто нормально взаимодействовать не будет. Ну, вот, Баллас именно фракция, ну, вот, именно фракция Баллас показала себя достойно. То есть, девочка играла хорошо, тот парень, который тоже подходил, не стал как-то докапываться, как-то там мешать, пытаться там как-то провоцировать меня на какой-то конфликт, вот. А просто отошел, разбил мне фару и ушел. То есть, приятная игра от Балласов, на самом деле, вышла. Вот с ними можно будет почаще как-то взаимодействовать, как-то приезжать к ним на район, общаться. Например, можно будет потом эту фару снова найти, как-то с ней пообщаться, повзаимодействовать, выяснить, чем она занимается, хулиганит ли она еще. Много чего можно будет придумать с ней, но это вы уже увидите в следующих роликах, короче. Ну, а микрофоном был Ястриж, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok